Всем Маркулу Кок, пацаны, впереди вас ждет довольно длинное видео про довольно интересный и атмосферный, самое главное, бит. Меня по-прежнему зовут Стас Гарфпрод, и это супер вольная вариация, максимально вольная вариация, приступим. Темп 150 ударов в минуту, первым делом добавляем инструмент, это Close Grand, наш первый инструмент, с нашим фортепиано. Наш скейл на сегодня это F-sharp minor natural, построим аккорды, самое главное, естественно, это F-sharp и очень низкая F2. Потом вот так, вот так, да и вот так продлим, а здесь B, как бы переходящий на следующий аккорд. Там, конечно, главнее мелодия, но сначала давайте пропишем аккорды. Аккорды было крайне сложно разобрать, но вот это спорный аккорд, потому что есть здесь ре и ля, которые входят в аккорд, собственно, ре, а вот это до диез, я добавил ее, чтобы появилась такая септо-аккордовая напряженность, и по-моему, с ней звучит круче. Все это дублируем и изменим только вот этот аккорд. Теперь можно чуть-чуть стромануть, Alt-S, Time давайте вот буквально чуть-чуть, больше не нужно, а велости как-нибудь вот так. И теперь займемся мелодией. А она здесь, ну... И еще на октаву продублировать. Теперь Alt-S это... Как-то так. В качестве второго инструмента мы используем Omnisphere для одного пэда. Escape Creative, я хочу Pad and Strings, потому что я хочу Pad и Ambient. Вот мне очень нравится вот этот инструмент, он такой... Вот такой. Вот так берем просто все нотки всех аккордов. Ctrl-C, Ctrl-V. Чуть позже мы его заресэмплим, потому что этот пресет очень сильно грузит комп. И добавим сюда другой инструмент. Это вот этот пэд. Обожаю его. Давайте настроим ему Envelope, то есть Attack Hold на максимум, все остальное на минимум. На всякий случай поясню, что этот бас я прописывал по басовым ноткам аккордов. Если вы не знаете, какая из представленных нот басовая, просто поднимайте пэд на октаву выше и пробуйте каждую. Та, которая лучше всего звучит, лучше всего вам подходит. Все просто. Вот это мы сбросим на октаву вниз и сделаем слайд-нотку. Вот так, вот так. Первая слайд-нотка будет длинной, вот такой. И сделаем похожую штуку и дальше. Но они будут более короткими. Вот мы прописали нотки для вступления, но в припеве фортепиано звучит чуть иначе. Я дублировал его в новый паттерн. И теперь берем вот здесь, выделяем. И у нас вот в этом месте добавляется еще C-шарп, но на октаву выше. Вот так, типа. Это единственное отличие, которое я услышал. Еще можно чуть-чуть убавить парт, который будет в припеве. Ну и еще можно как-нибудь подрисовать какую-нибудь разность филосити всем вот этим октавам. Сразу сбросим все это на микшер и сделаем то, ради чего мы все тут сегодня собрались. Вот выделяем, застрелочку чаним с альтом зажатым. И вешаем халфтайм на наше фортепиано. Ставим здесь два бара и оставляем 2х. Но поднимаем на октаву выше. То, что нужно. Можно все-таки чуть погромче сделать. В тысячу раз атмосфернее. А скачать этот проект можно будет у меня в инстаграме. Как только этот ролик, который вы сейчас смотрите, наберет 3333 лайка. Все парты инструментов будут зарендерены. И естественно останутся меди-дорожки со всеми настройками плагинов. Вы сможете скачать проект и поковыряться в нем сколько угодно. А проект довольно замороченный. Так что, если вам уже нравится это видео, нравится эта мелодия или сам трек, который я разбираю, то можете ставить лайк. И еще, конечно, вы можете, собственно, подписаться на мой инстаграм. Почему бы и нет, я уж точно против не буду. А биток уже на саундклауде. Теперь давайте перейдем в новый паттерн и добавим биток. Начнем, как и всегда, с самого интересного. Это snare. Причем этот snare будет вот так вот у нас играть. Теперь берем Ctrl-C, Ctrl-V на соседний паттерн. И этот будет всегда одинаково играть. Теперь добавим вот этот звук. На нем нам нужно отключить use loop point и капельку auto крутануть. Это будет наш атмосферный snare. Которого, кстати, нет в оригинале. Я просто решил ее добавить. Да, от себя тины в этом видосе будет куча. Я, конечно, стараюсь делать максимально близкий к оригиналу бит, но иногда это не получается. Например, вот в этом треке очень много вокала Маркула. И поэтому за ним, что играет за ним, не всегда можно разобрать. Потому что, естественно, в треке вокал на первом месте. И он немножечко покрывает собой все инструменты. Окей, давайте вот этот звучок забустим. Этот рим нам нужен для того, чтобы он добавлял немножко легкой пробойности нашему основному snare. Out на максимум. Ctrl-C, Ctrl-V. И сразу на наш эхо-снэр я хочу повесить Baby Comeback. Бесплатный плагин. Про него мы в прошлых видео говорили. Включаем пинг-понг и тайм крутим на минимум. То, что нужно. В данном случае этот дилей работает практически как ревер. У которого почему-то главное это левая сторона. Так что чуть крутанем его направо. Вот так, отлично. Теперь хай-хеты. Не забываем о е-бойности. Е-бойность необходима. Крутим Shift вот примерно как-нибудь вот так, но точно не больше. И заходим в веселые настройки. Включаем клиппинг. EQ на минимум. Крутим чуть-чуть буста. Вот как-то так. Теперь вот так. И этот звук чуть потише. Зажимаем Ctrl-B. А, нет. Вот так вот. Переходим на одну-вторую. И вот здесь нам нужно сделать и-дэн. Во втором хате у нас будут пробежки. Вот здесь остаемся на одной-второй. Вот так вот делаем. Ctrl-U. Переходим на одну-треть. И вот здесь вот давайте на G5. Оставляем только три звука. Дублируем это все вот сюда. И поднимаем чуть повыше. И вот здесь она еще звучит не вот в этом месте, а вот в этом. Давайте зайдем в панораму. И как-нибудь их раскидаем немножко по-разному. У нас есть вот этот второй хэт. Ctrl-C, Ctrl-B. Я просто вот это удаляем. Вот это удаляем. И вот это удаляем. То есть он будет... То есть я удалил часть пробежек первого хэта. Оставил другую часть, чтобы звучало чуть разнообразнее. Потому что что ты такой, я там услышал. Это все, опять же, все мои предположения какие-то странные. И еще у нас будет один хэт. Отключим. Use loop points. Late сначала. Сделаем его вот таким вот. Ctrl-B продлеваем. Зайдем в настройки панорамы. И я хочу сделать такую штуку. Я там тоже что-то такое услышал. Что-то, что плавно перемещается по панораме. Я решил сделать такой хэт. Правую кнопку мышки зажимаем. Вот сюда тянем. Теперь снова зажимаем правую кнопку мышки. Тянем вот сюда. То есть первый четыре такта он стремится в правое ухо. Потом стремится в левое ухо. И это еще не все. По-моему, этот звук еще и по питчу немного перемещается. Таким же образом. Так что идем в настройки. Fine pitch. Правую кнопку мышки тянем. Как-нибудь вот так. Потом снова тянем снова на центр. То есть этот звук будет у нас перемещаться в одинаковом темпе по панораме. Вот так вот. И по питчу вот так. Сам звук звучит сильно слева. Давайте переместим его направо, чтобы он был чуть по центру. Я использовал такой очень мягенький сэмпл кика. Потому что в треке кик звучит довольно мягко. И давайте его простроим. Этот трек нетипичен даже тем, что тут первые четыре такта и вторые четыре такта партов кика отличаются. Такое встречается редко в современном трепе. Я выбрал вот такой басец. В первую очередь Cut It Self, естественно, включая. И еще можно настроить ему Envelope. Писать, естественно, будем на октау выше. И бард баса почти на 100% звучит по кику. За маленькими исключениями. Вот сюда еще нужно звук добавить. Да, вот оно. Теперь скинем все остальное тоже на микшер. Для остальных хэтов, кстати, тоже надо покрутить Shift. Но не обязательно. Вы можете сделать это на свое усмотрение. Добавим вторую омнисферу, потому что займемся партом куплета. Но есть вероятность, что там использован сэмпл. Вот этот сэмпл из игры Fable, так он в любом случае называется. И мне его прислал подписчик. Сказал, что возможно он там использован. Я послушал. Совпадение 99,5%. Но мы переиграем эту мелодию сами, потому что это выбор врат Штайнера. In Mem, In Memorium 1. Шикарный звук, обожаю его. Зайдем в B и убавим вот это в ноль. Потому что это просто шум. Теперь займемся прописыванием самой мелодии. Сначала F4. Пока без всего звучит очень слабенько, но мы добавим к нему пэд. И давайте сразу сбросим его на микшер. И давайте Ctrl-C, Ctrl-V засамплируем вот этот пэд, потому что он очень нагружает комп. И просто теперь это будет всегда наш сэмпл. Ну и нужно сделать некоторые обработки. Например, на этот звук в первую очередь, естественно, падает Fresh Air. Вот как-нибудь вот так. Очень сильно его включаю. Потом эквализация. Очень похожие обработки у нас будут почти-почти-почти на всем. Сюда мы тоже сжахнем Fresh Air обязательно. И еще можем повесить на него Baby Comeback. Сейчас покажу зачем. Смотрите. Включаем Ping-Pong, оставляем White и Ducker. Включаем процентов на 70 и... На заднем плане появилось. Чуть-чуть такое. Вот он летает немножко сзади. И вот это именно то, что я от него хотел. Теперь вешаем на него тоже эквалайзер обязательно. Также низ и вот чуть-чуть вот эту область. И 1200 чуть-чуть. Теперь обработаем нашу Forte Piano. Для этого первым делом еще один Half Time на него повесим, потому что так будет круче. Но уже включим одну четвертую и микс процентов на 70. Повесим на него также Fresh Air. Ну и, конечно, Gerretter Color. Куда же без него? Noise отключаем, в область чуть-чуть убавим. Air ставим вот сюда. Distort Air, Gain, отключаем чуть-чуть. Ну, в смысле, откручиваем капельку, чтобы именно входную громкость немного убавить. Наша задача получить максимально low-fine и максимально атмосферный рояль. Но при этом, чтобы он нормально звучал. Хотя бы условно нормально. И теперь вешаем эквалайзер, естественно. Отпиливаем довольно много низа. И... Теперь повесим на него вот этот компрессор. Он бесплатный. Я рассказывал в видосе про суперкрутой луп на бесплатных везде. Ну, то, что он суперкрутой, это я от себя добавил. Но, по-моему, получилось неплохо. Если не смотрели это видео, то обязательно посмотрите. Вот там где-то по подсказке загорелось видео. Но сначала это досмотрите. Давайте нажмем Relaxed. Совершенно без понятия, что это делает. Но мне нравится слово Relaxed. Я хочу, чтобы оно звучало расслабленно. Мы импутом регулируем, грубо говоря, компрессию. И так, чтобы компрессия доходила до минус один, вполне этого, короче, достаточно. Можно чуть добавить выходной громкости. Но все равно дофига низа. Вот примерно то, что нужно. Знаете, давайте я его тоже заресэмплю, потому что... Потому что почему бы и нет. И давайте соберем общую группу инструментов. И это именно тот случай, когда мои заморочки вполне оправданы. Потому что Куок сам, который является, кстати, автором бита, если вы не знали, постоянно, постоянно, постоянно сам заморачивается со всякими интересными обработками. Поэтому, в том числе, у него суперинтересные биты, которые, насколько я знаю, почти все себе он пишет сам. Теперь пришло время перейти к обработке биточечка. И самое первое, что мы сделаем, это сделаем дилей на 808, чтобы не делать сайчейн от KIKO на бас. Так достаточно. Теперь давайте все наши ударные, кроме KIKO и баса, соберем в группу ударных. И сделаем посыл с реверберацией. В Valhalla Vintage Verbe выберем Large Ambience. Да, ничего трогать не будем. Просто будем по очереди отправлять туда все ударные. То есть snare я убавляю значительно больше половины. А хеты будут отправлены туда чуть посильнее, чем snare. Убавим. И зароутим потом этот посыл обратно на канал со всеми ударными. Теперь на основной snare нам нужно повесить DS-10 Drum Shaper. Включаем в нем софт-клип и чуть-чуть атаки и сустейна. И вот с этого более высокого снэра я убавил очень сильно посыл на ревер. А вот на этом втором снэре добавил, потому что он является как бы нашим задним снэром. На него мы тоже можем повесить Drum Shaper, но уже значительно сильнее крутануть сустейн. Вот так. Теперь метро эко. Вот этот хет нужно очень сильно убавить. На группе у нас будет проходить самая основная обработка. На нее повесим расширялку от озона. Как-нибудь понатыкаем. Включаем стеревайз. Еще нам нужно сюда будет обязательно повесить декапитатор. Мы можем сделать на нем вот такую настройку. Крутанем Drive на 3. Тони добавим вверха. Чуть-чуть отрежем вниз. И VAT крутим вот так. И за счет этого мы просто немножко, во-первых, склеили звук. Во-вторых, немножко сделали его более насыщенным, скажем так. Не обязательно использовать его всегда вот так. У него же есть ручка Drive VAT, она же для этого и нужна. Теперь можем накинуть на него теперь еще один сатуратор. Естественно, это мой любимый J37. На нем выбираем мой любимый пресет и ной из левела откручиваем в ноль. И еще не обязательно, но желательно. Ну, мне кажется, что в данном случае это желательно. Повесим вот тот же самый компрессор. Только, смотрите, импута чуть-чуть добавим. Чтобы сильно-сильно-сильно сжималось. И микс открутим. Да, вот 37% нормально. Компрессия довольно сильно вытаскивает ревера. И поэтому ревера можно чуть-чуть убавить. Теперь нам нужно на групповом канале инструментов в конце обязательно поставить тоже лимитер, чтобы сделать сайдчейн от кика. Вот кик, отправляем сайдчейн to this track. В компрессии выбираем кик. Рейшн на максимум и трешхолдом регулируем. Мне так просто удобнее. У каждого свой способ. Вот так нормально. Теперь нужно примерно отрегулировать громкость. Вот на кике я настроил его громкость, чтобы у него пиковая громкость доходила до нуля. И все остальные звуки на слух выставляем так, чтобы было нормально относительно кика. И еще с хэтами, наверное, стоит сделать одну штуку. В этом нашем основном хай-хете моде переключаем на стретч и сделаем его ниже. Вот так лучше. И убавим чуть-чуть. Теперь идем на наш групповой канал инструментов. И на него мы сейчас столько всего понавешаем. В первую очередь тоже озоны манчер. Вот как-то вот так. Я почти что наугад ставлю бенды. Все, как бы самый низкий бенд должен быть не ниже там 180 кГц. Я включил стереоайз. И как-то вот так вот примерно. После этого можно повесить фаб-фильтр Saturn, чтобы нагреть все, что выше тоже там плюс-минус полутора килогерц. Переключаем Tube, Clean Tube и... Ну не так. Процентов 70. И микс немножко открутим. Теперь обязательно, но не очень, можно повесить J37. И теперь эквализация. Без нее совершенно никуда. Все-таки вместо софт-клиппера поставил я T-Rex Classic Clipper на мастер. Этот плагин все-таки мне больше нравится, хотя он довольно сильно нагружает комп. И получился вот такой вот звук. И смотрите, какая штука. Вот есть у нас условный трэп в стиле Gonflada и Markula. Я понимаю, упрощение, что пипец. Но все же, такой трэп, где главная мелодия. И второй вариант, где главный кик и 808 бас. Там, например, Big Baby Tape. Какой трэп из этих двух вам нравится сильнее? Я понимаю, выбрать сложно. И, скорее всего, большинство из вас скажут так и так. Но все же мне нужно снимать новые ролики. Так что напишите обязательно в комментариях, какой звук вам нравится. Где все долбит и стучит. Или где более все такое мягкое, плавное, обтекаемое. И где главная мелодия. Я сам, честно сказать, вам затрудняюсь. Какой вариант мне нравится больше. Но вот этот новый трэк Markula с битом Cuoco мне прям понравился. Продолжим, давайте. Что у нас еще интересного есть? У нас, интересно, есть второй куплет. Второй куплет. В нем мы добавим один интересный звук. А именно Sound of Kashmir. И мы сделаем из него звук, который будет напоминать звук, с которым берутся чекпоинты в GTA Online в гонках. Добавили этот звук. Еще один звук будет. Скорее всего, это именно тот звук, который использован там. Начнем вот с этой сирены. Правой кнопкой мышки Edit and Pitch Corrector. Узнаем, что ее корневая нота это F. Зайдем в настройки и жмем правой кнопкой мышки на эту самую F. И давайте в тайме зададим 9. 9 бар, наверное, будет продолжительность вот этого сэмпла. И в Resample выберем Stretch. Прописывать будем на нотке А4. Нота длиной в 4 бара. Вот здесь она переместится на G. И этот переход сделаем в слайд нот и вот так вот. Пока звучит, скажем так, мягко говоря, не идеально. Но давайте скинем ее куда-нибудь на... В первую очередь, конечно же, Fresh Air. Потому что это, наверное, теперь мой самый любимый плагин. Обожаю бесплатные плагины, которые крутые сами по себе. И естественно ставим эквалайзер. Потому что он здесь прям необходим. Но между эквалайзером и Fresh Air нам нужно поставить прослойку в пару десятков таких атмосферных обработочек. В первую очередь, Valhalla Plate. Вот этот. Mix давайте 33. Перед ним, наверное, еще Valhalla Delay. Пресет. Quarter Note. Хочу Quarter Note. Tape Quarter Note Delay. И в стайле переставим на Ping Pong. Note. И нужно обязательно на нем убавить микс. Вот как-нибудь вот так. И убавим. И естественно, от Kika нужно сделать на него тоже Side Chain. Теперь гораздо более интересная штука. В первую очередь идем в настройки. И крутим ему все на минимум, кроме Decay. Вот таким он будет. Нужно убедиться, что он на Note Do. Правой кнопкой мышки Edit and Pitch Corrector. Он на ноте G. Мы идем в его настройки сэмпла. И здесь вот тыкаем правой кнопкой на G. И он будет играть у нас постоянно на одной ноте. На ноте F-Sharp. И будет совпадать с киком. Кроме пробежек. Пока звучит тоже не очень. Давайте тоже скинем его на какой-нибудь там канал микшера. В первую очередь, на него нужно накинуть интересный плагин. От Nimbrini Audio. Это PSA 1000. Выберем пресет Vinyl Beat. Теперь повесим после него Retro Color. На Retro Color у нас будет довольно интересный. Прикручиваем только на Iron и... Gain чуть убавим входную. Обязательно, конечно же, повесим на него эквалайзер. На эквалайзере мы можем вообще жесть сделать. Потому что там супер не нужен его низ. И поэтому ставим здесь Brick Wall. И просто так вот теперь... До 100 Гц. Он звучал слегка право, поэтому я левел на левом канале прибавил. Чуть-чуть приберем его вверх. Почти то, что нужно. Но я хочу еще одну штуку применить. Вальхало Super Massive. Берем пресет Modulation Ambience. Mellow Ambience. И убавим Mix немного. Ага, теперь лево вылезло. Еще обязательно повесим на него лимитер, чтобы засайчинить его от кика. Вот так звучит вступление. Теперь на мастер нужно повесить кассет-транспорт. Здесь ставим 1.64. Switches Rotor Volume убавляем. Stop Time 1.2. Я сейчас покажу, что это такое. Вот оно играет. Нажимаем на Stop. Бесплатный плагин. Для него сейчас сделаем автоматизацию. Вот, включаем вот это. Нажимаем вот сюда на Stop. И правая кнопка мышки. Create Automation Clip. Он длиннющий, но мы его сократим. Это штука, отвечающая за Stop. Нам нужно, чтобы он застойпился вот в этом месте. Поэтому мы берем так. Но чтобы отменить это действие, вот это неудобство этого плагина, чтобы его отменить, нам нужно снова зайти в Tape Transport. Снова нажать вот эту кнопку и нажать на Play. И сделать еще один клип автоматизации, который будет отвечать именно за начало воспроизведения. Все, что вот здесь, мы сокращаем. Но в начале у нас есть тун-тун-тун по басу и по кику. И вот здесь тынь, как я умело объясняю. Здесь, короче, пауза. Все, кроме снэра. Сокращаем. Тан-тан-пун. И этот тан-тан мы возьмем, во-первых, из нашего вступления. Вот так. И теперь нам нужно взять кусок фортепиано, который мы вырезали. Отрежем его в целом. Можем даже сделать Make Unique. Чтобы зайти в его настройки, поменять здесь на Crossfade, Declicking Mode. Нам, получается, нужно взять вот этот звук и вот этот звук. Вот так. И в конце куплета у нас есть такой вааа по басу. И он в стерео. Как это сделать? Очень просто. Берем обычный паттерн баса. Делаем его уникальным. В этом новом паттерне я продублировал 808. Ставим ноту вот такой продолжительностью на F-Sharp 5. Дублируем его на F-Sharp 6. И делаем слайд-ноты. Вот так. Первую ноту убавляем по громкости. Эту ноту сокращаем. Да вот такой, например. Получаем. Такой вот звук. И в панораме полностью перемещаем это, например, в правое ухо. Теперь Ctrl-C, Ctrl-V во второй 808 бас. Идем в панораму. Оба этих звука перемещаем налево. И этот звук слайд-ноту именно сокращаем. И получаем стереоэффект. За счет того, что левое ухо и правое ухо отличаются. Именно в этом заключается стереоэффект. Что у нас есть. Отличающийся контент в левом ухе и в правом ухе. Типа вот у вас в одном ухе Николай Соболев, а в другом Влад Бумага. Стереоэффект. Ставим эту ноту вместо последней ноты нашего паттерна. И сокращаем все вот до сюда. Ну и вот этот инструмент давайте я тоже за-ресэмплю. Потому что у нас все на сэмплах уже. Так, наверное, будет просто чуть удобнее. Потом у нас снова идет после куплета припев. Потом идет куплет, в котором появляется этот тренг звук из сирена. И, наверное, на этом я остановлюсь. Потому что ролик и так получился очень большой. Я не знаю, как я это буду монтировать. Я из будущего как это будет монтировать. После этого еще идет выход из трека. Финальная часть на тех же самых инструментах, но на чуть других аккордах. Она будет в проекте. То есть в проекте она будет. Но сейчас я вам ее показывать, наверное, не буду. Потому что, опять же, ролик получился очень длинным. Ну и, как обычно, напоминаю, что у меня есть обучающий видеокурс по битмекингу от А до Я. В стиле новой школы и трэпы, который в том числе подойдет и новичкам. Он стоит 3290 рублей. И, чтобы его заказать или узнать о нем подробнее, напишите мне. Ссылка на мне в описании. Можно написать мне в ВК или в Директ. Так что напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс. И если в этом ролике для вас было что-то полезное, хотя бы капельку. Чуть-чуть интересное или просто понравился биток. То смело ставьте заслуженный лайк под этим видео. А если было неинтересно, бесполезно вообще какая-то ерунда, ну что поделать, ставьте дизлайк. И самое крутое, что вы можете сделать для моего канала, это посмотреть другие видео на нем. Для этого просто дождитесь конца видео или нажмите на название канала. Понравилось это видео, другие понравятся точно. И с вами был Стас Гарфпрод. Пока, увидимся в следующем видео. Стас Гарфпрод. Стас Гарфпрод. Маркул или Катакул.